Всем привет! С вами снова Азат. Вы находитесь на канале Автосправочная. Как я уже рассказывал ранее, 1 апреля ежегодно в России происходит автоматическое обновление безаварийного коэффициента КБМ по ОСАГО. Этот коэффициент зависит от количества страховых выплат за прошлый год. К примеру, если у вас за прошлый год страховых выплат не было, то есть не было аварий, в которых вы стали виновником, то у вас с 1 апреля 2024 года коэффициент КБМ снижается на одну позицию. Если же у вас были ДТП, то, соответственно, согласно действующей таблице КБМ, коэффициент существенно вырастает, что, соответственно, приводит к росту стоимости полиса ОСАГО для вас и вашего автомобиля. Таким образом, коэффициент КБМ призван производить более справедливое ценообразование в автостраховании, то есть безаварийные аккуратные водители должны платить меньше, а аварийные водители, которые часто становятся виновниками ДТП, платят больше. К примеру, у меня безаварийный стаж составляет более 10 лет, и с 1 апреля 2024 года мой коэффициент КБМ снизился с значения 0,52 до значения 0,46. 0,46 – это минимальное на сегодняшний день значение КБМ, которое, соответственно, дает скидку 54% на полис ОСАГО. Я специально провел расчеты и выяснил, что за один день только из-за изменения коэффициента КБМ полис ОСАГО стал для меня дешевле примерно на 700 рублей. В мае 2024 года Российский союз автостраховщиков поделился статистикой, в которой рассказал, сколько же по итогам первого квартала текущего года в России водителей, которые в целом имеют просто скидку на ОСАГО по коэффициенту КБМ, а также рассказал о том, сколько аккуратных безаварийных водителей имеют, как и я, максимальную на сегодняшний день скидку на страховку. По данным РСАА, в первом квартале 2024 года более трети – это 35,6% автовладельцев – имели максимально возможную скидку за безаварийную езду по ОСАГО в размере 54%. За аналогичный период прошлого года доля таких автовладельцев составляла 32,2%. То есть количество водителей, получающих максимальную скидку, в этом году выросло. В целом же скидки в размере от 9 до 54% в первом квартале 2024 года получили 92,5% всех автовладельцев. Годом ранее это было 92,6%. То есть количество водителей, у которых коэффициент КБМ понижающий, в 2024 году также увеличилось. Еще у 3,1% автовладельцев коэффициент бонус-малус был равен единице, то есть никак не влияет на стоимость страховки. При этом надбавки за аварийную езду по ОСАГО в первом квартале текущего года получили 0,43% всех автовладельцев. А максимальную надбавку по ОСАГО за аварийную езду по итогам первого квартала текущего года получило 0,01% водителей. Столько же, сколько и по итогам первого квартала прошлого года. Тарификация в ОСАГО создала экономический стимул для водителей ездить без аварийно. Статистика показывает, что это работает. Количество автовладельцев, имеющих надбавку за аварийное вождение, меньше половины процента. При этом больше трети всех автовладельцев или никогда не становились виновниками ДТП, или это случилось с ними в последний раз достаточно давно, прокомментировал данную статистику президент РСА Евгений Уфимцев. Таким образом, именно безаварийный коэффициент КБМ позволяет вам экономить на стоимости полиса ОСАГО, передвигаясь без ДТП. При этом, даже если у вас на сегодняшний день уже максимальная скидка КБМ по ОСАГО, вы все равно можете сэкономить на полисе, сравнив предложения от разных страховых компаний. Напомню, что на сегодняшний день тарификация ОСАГО индивидуальная, и каждый страховщик для каждого водителя имеет право формировать базовый тариф в диапазоне от 1646 до 7535 рублей. Именно поэтому разбег по стоимости в разных компаниях для одного и того же человека может быть довольно-таки существенным. Чтобы не переплачивать за ОСАГО, сравнивайте максимальное количество предложений перед покупкой. Сделать это на одной странице буквально в пару кликов вы сможете по ссылке в описании. Вот такая вот информация. Надеюсь, видео было для вас полезным и интересным. Спасибо, что досмотрели его до конца. Что вы думаете по этому поводу? Своим мнением вы, как обычно, можете поделиться в комментариях. Чтобы не пропустить следующие видео ролики, не забудьте подписаться на этот канал, а также на мой телеграм, где уже в ближайшее время среди подписчиков я разыграю полезный для водителей набор инструментов. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!